Ну, значит, теперь посмотрим, если вдруг, вот здесь мы увидели, значит, два актора, которые выполняют функцию изъятия денег, доллара, из состава денежной массы. Это, вернее, два акта. И оба их пока у нас выполняет ПРС. Это изъятие из состава денежной массы денег вместе с погашением кредита. И второе, это изъятие из состава денежной массы денег вместе с продажей ФРС облигаций долга правительства США. В обоих этих случаях денежная масса убывает. Ну, и, соответственно, если что-то становится меньше, то то, что предъявляется в обмен на это, становится дешевле. Правильно я имею в виду? То есть, если стала меньше денежная масса, то в обмен на единицу этой денежной массы, в данном случае доллар, вы можете получить больше товаров, услуг, ну и всего прочего. Конечно, скорость обращения не падает. А? Ну, если, да, и скорость обращения не падает, да. Давайте пока тоже еще от одного отвечаем, вся скорость обращения. То есть, когда денежная масса становится меньше, на единицу денег... Доллар заражает по отношению к цене. Да, доллар заражает. И, соответственно, к чему это приводит? К тому, что рыночные агенты становятся склонными не к производительной деятельности, а к сохранению у себя денег и удержанию, и к прекращению этой деятельности. А само по себе это удержание денег стимулирует у других экономических субъектов точно такое же поведение, которое точно так же уменьшает количество денежной массы, объем денежной массы и, соответственно, стимулирует других к тому же самому. Вот. И любое действие по изъятию из состава денежной массы некоторой весомой части приводит к спаду экономической активности и к укреплению валюты. Ну, это в общем виде. Ну, это вот. Давайте посмотрим на экран. Вот. Там, если вы помните, 2008 год отношение доллара к евро достигало на максимуме почти 1,6. Вот. А перелом начался с 1,6. Докатился почти до 1,2 буквально за три месяца. Началось это, по-моему, 26 июля 2008 года. Небезызвестная речь Путина за 60 миллиардов долларов. Это тот самый сюжет там в Ютубе, где Путин предложил послать докторов к владельцу Мечева Зюзину. Зюзин не явился по приглашению Путина. Прислал ему бюллетень. Наверное, в районе поликлиники купил. Вот. И вот Путин тогда предложил... Тогда акции Мечева за один день упали. Они тогда еще торговались и в Лондоне, по-моему, и в Нью-Йорке. Депозитарные расписки на эти акции. Вот. Это привело к падению за один день сначала на 40% и потянуло вниз наш весь фондовый рынок. И вот, Лёшка, переключи, пожалуйста, на рубль. 2008 год рубль. Вот. Вот тоже давайте посмотрим. Ну вот. Тогда рубль у нас достигал чуть-то около 23-х был, да, чуть побольше. И ровно с 26-го началось резкое падение рубля. И тут же, в 2008 году, небезызвестное открытие Олимпиады в Пекине, ну и, соответственно, обстрел скинуло. После этого там как фондовый рынок России, так и рубль покатились вниз. Что это вызвало на нашем рынке, на котором велико присутствие иностранных инвесторов в портфелях и непатриотичных отечественных? Стали с рынка изымать сначала в обмен на рубли продавать акции, а рубли обращали в доллары. То есть, кризис на фондовом рынке и на валютном рынке рубля, на фондовом рынке России и на валютном рынке рублевом тоже России привел к приросту спроса на доллары из состава денежной массы США. Вот. Как только это началось, тогда это речь, и тогда оценили речь Путина в 62 миллиарда долларов. То есть, совокупное там и падение. Понятно, что это не все 62 доллара были. Не на всю сумму из этих 62 долларов был предъявлен спрос на деньги из состава денежной массы США. Но на некоторую весомую часть. И, собственно, вот здесь сейчас вернутся. Вернись, Елена, в доллар 2008 год. Вот. Что мы и видим. Здесь просто привычный масштаб. Здесь то, что вниз, это на самом деле укрепление доллара шло. И там провал виден самый первый. Это у нас уже 17 сентября. Как раз вот кризис этого Левна Бразерса и все прочее. То есть, в 2008 году никто иной, как Путин, явился инициатором сжатия денежной массы США и последовавшего за этим лавинного сокращения этой денежной массы, прекращения потом кредитования еще большего сокращения денежной массы и необходимости краха Левна Бразерса и введения вот всех этих куев. Вот. Теперь. Леш, покажи, пожалуйста, рубль 2014. Вот. Значит, на этом графике со 2 марта начала... Ну, 2 марта – это когда Путину доверили начать войну. Единоличное право. Вот. И здесь мы видим, очень долго сохранялась стабильность рубля. Вот. Какой ценой его поддерживали, черт его знает. В принципе, должно было падать. И вот поближе уже к осени рубль стал резко прирастать. Вернее, это... Резко падать. Да. Ну, здесь прирастает, но это отражает падение. Это отношение рубля к доллару. Ну, вот. К чему это все привело? К событиям прошлой недели, когда понедельник, да, помните, понедельник-вторник, там доллар дошел практически до 70 рублей, да, а евро превысило 100. Значит, к чему это привело? К тому же самому сокращению денежной массы США. И здесь еще добавило сокращение денежной массы евро. Помимо... Значит, Европа и Америка с 2008 года балансируют на грани дефляции, то есть лавинного сокращения денежной массы и увеличения цены денег. И что в Европе, что в Америке, их денежная масса стремилась к нулю. А тут вдруг у нас на прошлой неделе возник очень большой спрос на как доллары, так и евро. Ну и почему-то, наверное, на швейцарский банк, на швейцарский франк. Потому что, значит, 19 декабря Центральный банк Швейцарии принял решение ввести отрицательные процентные ставки на депозиты банков в Центральном банке Швейцарии. То есть это тот самый случай, когда падает денежная масса, укрепляясь, соответственно, валюта национальная. И все, ну не все, а многие, агенты, рыночные агенты стремятся не к тому, чтобы инвестировать деньги, а к тому, чтобы их просто хранить и ждать, пока они будут еще дороже. То есть на единицу национальной валюты можно будет купить еще больше денег. Значит, и хотел этого Путин в 2008 году, не ясно, хотел ли он того же самого достичь в этом году. То есть не было ли это стимулировано, события прошлой недели, как раз не американцами и не европейцами и санкциями их, а действием Центробанка. То есть резкое отпускание рубля неизбежно не могло не привести к приросту спроса на национальные валюты, как европейские, так и американский доллар, и к их укреплению. И поставило на грань скатывание в дефляцию экономику как Европы, так и США. И теперь, по всей видимости, не действия Центробанка нашего с 18 декабря, с момента выступления Путина, привели к укреплению рубля, а наоборот, действия европейских центральных банков, швейцарского и ЕЦБ, и вполне возможно, что ФРС. То ли Путин везет так, то ли это был акт финансовой войны со стороны России в ответ на санкции. Вот, собственно, и все содержание моего доклада. Все, вопросы есть? Нет, да? Нет, ну на самом деле не очень понятно, при чем здесь Путин, на самом деле, если честно. Потому что... Ну тут даже может быть и не Путин. Приросты мы видим, прирост спроса на валюту, как в 2008 году. Прирост спроса на валюту выгоден тем, кто эту валюту имитирует, а не тем, кто... Каким образом? США могут имитировать валюту только... Вернее, не США даже, а ФРС. Я же на этом подробно остановился. Это мы привычно путаем повседневную практику, привычную нам. То есть мы, обладая деньгами, они у нас ограничены, мы знаем об этом. Но потратить мы их можем на что угодно. ФРС, обладая неограниченным количеством денег, может их потратить только в двух направлениях. Первое, это размещение кредита. Вернее, не потратить, а ввести в экономику. Это размещение кредита и выкуп облигаций госдолга США на открытом рынке. Все. Я понимаю, то есть и сенселение. Он имитирует не может. Доллар исчезает из общего... Да, доллар исчезает. И при том, что ФРС для того, чтобы избежать притока... Чтобы избежать прироста премии к номиналу на облигации... То есть деньги дорожают, потому что их становится меньше. Да. А деньги наши скупили и наши граждане, банки, организации и прочее. Да, граждане, банки. Они из оборота изъяты. Из оборота, причем США, Европа и Швейцария. Изъяты. И на этом основании делается выбор, что деньги стали дороже. Да, деньги стали. А как иначе? Ну, если денег меньше, а объем товаров, предлагаемых в обмен на них, не изменен... Но есть такая вещь, что оборот денег в США и оборот денег во всем мире, как бы, долларов, это два разных оборота. Нет. Они не сообщающиеся с СООО. Почему? Ну, сейчас единственное, что... По-моему, попадают доллары из внешнего оборота, да, из оборота всемирного. Ну, я не знаю, может, это у кого-то фантазия. Я не знаю. Я где-то такое слышал на самом деле. Ну, вполне возможно, это у кого-то фантазия. А вообще документы МВФ и Всемирного банка говорят о другом. Это деньги, это одно и то же. Единственное, что стоит добавить, значит, в 2008 году я говорил, что там было 700 миллиардов долларов денежная масса, сейчас там 3 триллиона. Ну, вот, зачем мы эти 3 триллиона оказались в... То есть, теоретически, смотрите, рассуждая согласно вашей схеме, можно сделать вывод, что если мы будем постоянно потреблять доллары, то есть, как бы, продавать нефть, а доллары потреблять и складировать, и где-то там гаража, по-моему, говорят. А мы не можем, в соответствии с... Нет, допустим, допустим. А это невозможно допустить сейчас. Вот, еще чего важно. Поскольку мы вошли во времена Горбачева в Всемирный банк и МВФ, наше обязательство по... как члена МВФ при получении денег, то есть, долларов, тут же менять их на облигации или Европейского Центрального банка, или ФРС. То есть, государство не может накапливать денег на лишних. Государство-то не может. Это запрещено. Зато может Сургут нефть и газ. Сургут нефть и газ. Это организации. Это и частные лица, да, могут скупать доллары. А про Сургут, когда говорят, что принадлежит Путин, он их копит на личку. У него такой диверсии. Ну, вполне возможно. Нет, вопрос-то не в этом. То есть, по согласной логике, которая была представлена, если мы так будем копить, мы подольем... Нет, копить-то нет. Они успеют пореагировать. Если произойдет резкий прирост, то есть, если будет наблюдаться вторая производная, то есть, когда изъятие будет превышать все возможности законного и незаконного пополнения объема денежной массы США или Европейского Союза, ну, евро, то они просто не успеют. И только начавшись, снижая сокращение объема денежной массы евро, франков, швейцарских или долларов, повлечет лавину сокращения этой денежной массы. Нет, ну, дело даже еще в большем, на самом деле. Дело в том, что раньше американские, там, европейские банки кредитовали наши банки, да, и наши организации частные там. Получается, и они сейчас это сделать не могут. Соответственно, согласно этой схеме, они новые деньги везти не могут. Не могут, да. Они еще себя наказали. Совершенно верно. И это еще с чем совпало? С отменой Куя-3. То есть, они буквально месяц или полтора назад, да? Деньги новые напечатать, везти они не могут. Это проблема. Мы завораживаем часть налички, частью всех вращающихся денег у себя. Поскольку деньги дорожают, это каждому выгодно, держать деньги, как бы, да, и не пускать их в оборот. Ну, вот мы здесь видели, удорожаем. Сокращается общая масса денег вот в этом сосуде сокращается. Сокращается. И что в итоге? Чему это ведет? Это ведет к удорожанию национальной валюты США. И к удорожанию по отношению к себе же вчерашнего. Евгения, а что, как бы, ФРС, она не может имитировать? Она не может имитировать только на кредит, было же сказано. Нет, или на кредит, или на выкуп. Все. Так не может, нет. А изымлати состава денежной массы, она может с погашением кредита и с продажей. Это, в смысле, по закону она так не может? По закону, да. Это устав МВР. Нет, но они же могут ловли купить, например. Купить ловли. Ну что? На доллары. Так они тоже не имеют права доллары держать. ФРС может в своей собственности иметь. Нет, но она так же может... Только канцелярские принадлежности, печатный станок и облигации правительства США. Больше не... А, золото. Все. ФРС не может обладать долларами. Точно так, как Центральный банк России. Не может... Какую-то порно... Обратная логика, да, получается? Обратная логика. Ну вот здесь в чем и хитрость. Это вот наша причина. А мы же на самом деле, политики говорят о том, что мы фактически, например, в валютных резервах заморозили некие деньги, которые не пускаются на нас в оборот. Да, и тем самым, как бы, вроде как бы их изъяли, свои же накопления изъяли из общего оборота, и тем вроде бы страдаем от этого. А получается наоборот же, да, получается, что, как бы, когда мы накапливаем, мы на самом деле вредимы американской экономике, и мировой экономике и целом. Не, ну накапливать опять же, Центральный банк не может накапливать. Могут накапливать все кто угодно, кроме... А Центральный банк же его может покупать... Причем, Центральный банк облигаций накопил себе, и все. Да, он облигаций... Причем, облигаций... Что означает, что он дал деньги, и этот стол к американскому правительству. Да. Ну... Ну, ничего, жалко, что ли? Нам не жалко американскому правительству. Да, дело не в этом. Можно было эти деньги пустить на свои нужды, построить инфраструктуру, что-то еще улучшить, улыбить и прочее. То есть, это же некого рода капитал, который можно было бы пустить на развитие страны. А можно было бы отдать Америке, и что? Это уже другая тема. Это другая тема, понятно. И оказывается, что это правильно, что это диверсия Путина против Америки. Ну, я утверждаю, что это да. Или случайная, или намеренная диверсия Путина. Это классная логика, которая представлена, но получается, что так. Как бы насколько вот эта логика надо бы увидеть, если есть какая-то ошибка здесь, ее надо на самом деле предъявить. А так вообще получается, что действительно, мы сокращаем денежную наличность, это всего мирового, мировую денежную наличность, и как бы из-за этого, причем резко, из-за этого могут возникли какие-нибудь там дисбалансы. Ну вот они и возникли. Дисбалансы будут, но они... Кредиты же не могут моментально быть взяты, правильно? Они невелики. Они невелики. А объем изъятия, да? Так они много и не надо. Они и так уже с 2008 года балансируют. Одни только аппликации правительства, 3 миллиарда на 50, триллионов на 50, наверное. Не, 15 триллионов. 15 триллионов. Ну, в России США. А у нас что? А мы тут несколько миллиардов за вперед гоняем. Не, ну там, по-моему, у нас на 100, на 100, на 150 миллиардов долларов. Нет, ну всего мы гоняем, по мелочам. Так а здесь много-то не надо, это та самая... Ну, это только процента. Здесь совпадение самое главное. Это соломинка, которая переломила хребет верблюду последнего. А как связано это еще с понижением цены на нефть? Ну, а как еще? А как она может не понижаться, если у нас сокращается денежная масса? То есть на единицу. Доллар дорожает? Да, доллар, он по отношению к нефти дорожает, по отношению к рублю, к евро. Куя-3 закончилась. Куя-3 закончилась. Теперь у них осталось только два стандартных, принятых в соответствии с уставом НВФ, способа пополнения денежной массы. Все. А тут еще, это... И тут еще что важно заметить? Давайте сейчас опять это... О денежных агрегатах. Значит, это тоже непривычно станет. В соответствии с уставом НВФ и Всемирного банка, денежные агрегаты должны быть жестко изолированы друг от друга. То есть не может быть перетока из сбережений, то есть сберегательных срочных счетов, в состав денежной массы, то есть наличных. То есть там, если человек в Америке, в Европе и даже на Украине принес деньги в банк, заключил договор депозитный, да? Да. Сберегательный договор. То раньше истечения срока этого договора, деньги он получить не может. Ни при каких обстоятельствах. У нас может, но с потерей процента. Собственно, почему... Одна из причин, почему российская экономика не считается рыночной, это отсутствие жесткой изоляции денежных агрегатов. И, собственно, именно из-за этого у нас такой резкий произошел прирост курса рубля к доллару в начале прошлой недели. Потому что люди, видя, что курс растет в долларах, в рублю, бросились в банки ликвидировать свои депозиты, пускай с потерей процента, и обращать их в обмен на доллары. Если бы этого не было, можно было бы менять в обменниках только то, что он в кармане. То есть текущий доход. Ну, это, по-моему, не совсем так, потому что огромная часть людей кинулась в покупать. То, что она... Ну, и это тоже, в данном случае, да. Во-первых, сейчас невозможно... Когда уже было поздно покупать доллары. Нет, нет, нет. Не только, почему? Ну, мы вчера, да, были там, пустынные гадины. Вчера гуляли, пожалуйста. Просто вот, ну, человек собирался, в принципе, поменять машину. А сейчас он понял, что вот либо он сейчас поменяет на имеющуюся сумму, либо через полгода ему денег на замену машины не хватит. Все, он хватает все, так сказать, нажитое, и бежит, и покупает новую машину. Ну, сейчас, во-первых, не об этом речь, во-вторых, еще не ясно, какова доля. Я просто к тому, что эти деньги, эти деньги не обязательно выключены из товара оборота. А я говорил, да, я говорил, выключены. То есть, обмененных на доллары. То есть, рубли, изъятые с депозитов, со срочных вкладов, и предъявленные к обмену на доллары. Вот здесь, в данном случае, интересно только это. Ну, тогда меня интересует только одно. Оценочный объем вот этих денег, денежной массы, которым апеллируют население, и денежной массы, которой апеллируют банки коммерческие. Ну, я сознательно хочу избежать любых цифр, потому что здесь их масса могла быть, и я этим просто не задавался. Потому что вот мое дилетантское представление... Они невелики, да. Что население – это капля в море вообще. Нет, денег больше всего у населения как раз, а не у банков. Это просто по определению. Нет, тогда мне нужны цифры. Ну, это отдельный вопрос. Давайте еще более интересная вещь, ну, помимо Путина. Значит, из этой схемы, в принципе, и видно... Что может быть интереснее Путина? А? Что может быть интереснее Путина? Два Путина. Обама. Не, Путина может быть интереснее. Путина. Интересно Путина. Да, Путин. Путин, да? Надо говоря, чтобы сейчас появился какой-то новой политик, когда зовут его Путин. Ну, здесь, кстати, интересно, опять же, если... Если все это учудил Путин, вот, или там бы ему советники посоветовали. Потому что то, что произошло в первый раз в 2008 году, для меня это очевидно, что не был Путин причиной кризиса 2008 года. Но действия Путина были спусковым крючком, которые обрушили Америку в кризис. Именно так это было. Ну и, помимо прочего, в принципе, арабскую весну начал тоже, как ни странно, Путин. Вот, когда он в 2010 году, если помните, у нас была засуха, вот, и не урожай. И тогда ввели запрет на экспрот зерна. То есть Путин вел? Путин, да. Путин вел, да. Молодежь оказалась ниже уровня бедности. Да, так что вот такие. Вот. И потом вот сейчас вот на Путина смотрим, вот, события прошлой недели. Почти. Сразу сразу оба два приема повторил. И банка был опять нагляд. Да, и сейчас опять, да. Сейчас у нас опять... Долларов ввали. Долларов ввали. Нет, доллар он не обвалил. Путин доллар укрепил. А, ну да. Ну вот, четвертый этот график. Плешка, скажи, мы еще раз укрепил, да. Да, укрепил, мы видели все. Вот. По отношению к рублю. Нет, там и по отношению к евро. Понятно, понятно. Третий график это по отношению к евро. И телевизор опять выключился. Что-то не тенело. Вот, теперь, значит, с Путиным вроде бы разобрались. Ну, судя по отсутствию вопросов, тут тема требует осмысления. И я вижу, что не совсем все это понятно. Вот, и главное, что это непривычно. Все утверждают, что долларов умопомрачительное количество. Вот, тогда как на самом деле, и это тоже отдельный вопрос, почему общество все это принимает на доверие, а эксперты все это выдают за правду. Почему-то. Вот, причем все подряд. И кремлевские, и либеральные, и прочее. Всего лишь стоит посмотреть документы МВФ и Всемирного банка. Все. И вот это вот там написано. Без схемы, просто я тут схему. Тут есть на самом деле одна мысль, как бы, да, это уже немного так, философского характера. Дело в том, что вот на курсе им какая-нибудь система, да, там, это мировая система, мы сейчас с ним обсуждаем денежную систему, да. Когда она захватывает весь мир, как она может быть уязвлена со стороны какой-нибудь, допустим, маленькой системы, подсистемы маленькой. Она может быть результат тем способом, что фактически вот эта вот мировая система является открытой. Она как бы себя открывает, это их подсистема, и эта подсистема, манипулируя как бы внутри открытой системы, может что-то сделать и со всей системой. То есть, тут в чем смысл? Вот, мы, кажется, многие обсудят, сейчас обсуждают, то является ли там, вот Россия, собственно, там, суверенной страной, или она все-таки, или ее можно считать по многим показателям колоний, допустим, на Америке. Но, как будущие даже колонии, на самом деле, мы, как подсистема, включены в общую мировую систему, и на самом деле, все события, которые случаются у нас, на самом деле, отражаются на всей системе. То есть, получается, мы можем уязвлять всю систему действиями внутри своей подсистемы. И получается, что на самом деле, непонятно, кто от кого зависит. Мы ли зависим от Америки, или Америка от нас? И в иные моменты, может так случиться, что действительно, от благосостояния Америки будет зависеть от благосостояния нас. Потому что мы теперь вошли в божественную. Ну, я бы это в точности и утверждаю. И в чем, ну, может быть, не на это громко сказано, ценность высказанных мной предположений, они, во-первых, по свежим следам, то есть, в прошлом... Я понял, что даже не Путин в большинстве, а в обрак Мугабе. Почему? Потому что он в английский доллар в водилы, у них уже так... Ну, у них, да. В стране входит только исключительно уже американский доллар, тем самым подъявляясь в постную американскую валюту, и сам в обраке Мугабе шатает Америку. Ну, здесь нет. Ну, здесь, во-первых, масштаб должен быть довольно значительный. Ну, у Мугабе, я боюсь, объем, который просто ничтожен. Ну, нет. У России. Все баксы, на которые может повлиять товарищ Мугабе, это... Нет, ну, это важный пример, на самом деле. Игорь правильно говорит, что важный пример вообще. Нет, у нас в пугу. Я хотел бы там больше, но... На самом деле, знаете, что надо было сделать? Надо было полностью перейти в данной системе на то. Нет, нет. Если мы перешли, это будет статика. К статике он приспособится. Я не случайно сказал о второй производной. То есть, нам надо, для того, чтобы окрушить Америку, нам надо изымать больше из состава денежной массы США, Европы или Швейцарии, их национальной валюты, чем они в состоянии, пользуясь законными способами, ее восполнить. Вот и все. То есть, нужно ввести капиталы, которые были вывезены. Ввести? Не, ну а не как? Что такое ввести? Это обменять... Они же в долларах номинированные, и тогда их обменять на рубли, да? И что мы их делаем? Нет, да. Их можно в долларах... Увеличим их денежную массу. Не, наоборот. Ввести их от... В доллары... В доллары буквально. Ну, это, опять же, не Центробанк не может делать, потому что Центробанк не может обладать... Да, это население... Да, это население должно быть делать. Доллары, потому что... Тем самым будем шадать... Нет, ну, у меня есть... Большие компании... Нет, это... В свое время это было... Ну, у компании должны ввести деятельность, и не мозг накапливать. Мы с МММ Маброги. Покупаешь у них больше этих... Маброгов, да? Чем больше ты ее купил, тем хуже Маброги. А теперь нужно следующее. Там был ПИК, все покупали. Сейчас огрушить до 20... Другую с домом. Все опять решат покупать. Уже по инерции, потому что вкус такой дешевый, нужно покупать. То есть можно покупать или на подъеме, или на... Нет, я вам советовал, но здесь желают, конечно, Путина было пригласить на философские штуки. Да. Чтобы сейчас уносить курс до 20. А потом опять резко поднять. Да. А потом опять резко опустить. И потом можно ставить серьезную... Снова поднять, и снова пустить. Потом можно грозить Америке в обмен на несогласие с какими... То есть у вас краник есть, получается. Там маленькие граники... Да. И можно тогда поприкалываться, какое-нибудь вздорное требование предъявить. Например, заменить национальный гимн на калинку малинку. Вот мы... Единственное маленькое граники остается... А европейцы... Все те люди, которые будут покупать и продавать доллары, составляют, ну, 5%, 10% от населения. Остальные 80% в это время подохнут. А что, они не подохнутся, они 5%... Ну, зато, зато, это... Американцы будут под калинку малинку, да, как они за сердце держатся, да? А для европейцев у меня тоже... А на самом деле, американцы могут на другую валюту перейти. Там какой-то Амера и все. И труба. Вопрос. То есть, я понял, вы на полном серьезе говорите, что финансовый кризис США начался после речи Путина, когда он вызывал Дзюзин. Да. То есть, причина финансового кризиса США это, да? Не причина, а спусковой крючок. Спусковой крючок, да? Повод уже как бы... Причина накопительства... То есть, если бы он не выступил, то финансовый кризис США... Нет, то кризис случился бы не из-за Путина, вот так вот. И вот события 2014 года то же самое. И сейчас мы увидим, если доллара... Если стабильность будет сохраняться, пары доллар-рубль, евро-рубль, швейцарский франк-рубль, и причем в какой мере она будет сохраняться, вот эта стабильность, или наоборот, это укрепление, какой парик произойдет в пользу рубля, поэтому будет видно, какой центральный банк участвует в укреплении нашей национальной валюты. Если говорить серьезно, Евгений, ты сейчас исходишь из предположения, что вот эта вот вся система работает в безвоздушном пространстве и не имеет дела с реальным сектором экономики. Но это ведь не так. Почему? Про реальный сектор экономики я говорил, когда рассказывал об операциях выкупа и продаже облигаций госдолга США, ФРС, то есть тех операций, потому что они приводят... Это еще один тип финансовой операции, это не реальный сектор экономики. Не, реальный сектор экономики это очень просто. Это есть в принципе точно такие же штуки. Это масса вот таких вот бассейнов, в которых плавают холодильники, допустим, рынок холодильников. Они стареют и уходят куда? В энтропию, да? А здесь холодильники пополняются. Ну вот, любое движение вот здесь вот приводит к упадению холодильников. Интересно, нет. Нет, нет, нет. Их в массу уходят. Я имею в виду другое. А как сообщаются реальный сектор и финансовый сектор? А вот так вот. Вот так. Что это означает? Это циклы внутри. Платежи. Но они по-циклически на самом деле. Это Игорь Николаевич. Пошел в магазин. Я поставлю вопрос иначе. Объем реального сектора и объем финансового сектора как связаны? Как связаны? Обороты как связаны? Не, 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 объем. Объем, скорость оборота. Скорость оборота умножить на денежную массу. Ну так они как-то. Как диколы нацем? Разделить на уровень сэм. Разделить на уровень сэм. Трудно с вами поддерживать разговор. Почему? Не, ну как? У нас... Вот смотри. Что вот ты говоришь что? Что мы можем манипуляциями исключительно финансового характера подорвать мировую финансовую систему. Во-первых, у тебя единственный аргумент. Что манипуляции в нашей финансовой системе приводят к колебаниям мировой финансовой системы. Ну так это потому, что это долбанная... Как она называется это? Глобализация. Да. Потому что мы часть мировой экономики. Да. Если нам плохо, то это касается и наших соседей. Но если мы сдохнем, если мы сдохнем от голода, означает ли это, что сдохнет от голода Америка? Нет. Ответ нет. Нет. Вот и все. Поэтому вот эти вот все замечательные финансовые манипуляции, они могут приводить к каким-то колебаниям. Но, как вот тут заметил Саша, по-моему, вот если продолжит дальше Путин упражняться с финансовой системой, поскольку в реальном секторе нет ни хера в нашем, то это будет означать следующее, что все возможности финансовой системы будут сожжены в этих манипуляциях. Реальный сектор без получения подкрепления финансовой системы умрет окончательно, и мы реально издохнем от голода. Это подлощ. Ну да, мы торжественно ритуально умрем. Я понимаю. Я лично потерял, если ты надеешься, что наша ритуальная среда заставит американцев петь калинку-маленку в качестве гимна, то нифига подогу. Нет, ну попробовать-то можно. Нет, я же потерял полтора миллиона рублей. Ну а что там, найди всех колебаний. Сколько? Ну полтора миллиона не там. Нормалёк. Это вырезано будет? Зачем? Потерял, потерял. Нет, у меня ещё это. Это у меня план для Америки. Что-то же осталось. План для Америки калинка-маленка. А для Европы у меня план поставить им условия, выдать замуж за... Путина? Нет. За кого? За Кобзонов? Женить Генриха ван Рампея на... Как же... У меня даже фантазии не хватает. Кто это такой? Как кто? Еврокомиссар. И там баба такая есть у них ещё страшная. Кирсогиня. Она умерла. Нет. Это страшно? Умерла. Если не Женя... Женеть-то зачем? Да, она умерла точно. Умерла? Бывшая министра странодел Европы, что ли? Да, 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 да. А, как... Кэтрин Шештон? Да, Кэтрин Шештон. Вот пускай они женят Кэтрин Шештон. Даже если она мёртвая. Там умерла. Е-е-е-е, тогда не умерла. Генриха ван Рампея. А, это страшная, в которой губы огромные. Да, да, да. Вот, а так вот пускай они женят Генриха ван Рампея на Кэтрин Шештон. И тогда мы не будем... Да я считаю совет да любовь. Я первый припугодка. Думаю, все странные это пропечали. Ну что, у меня есть ещё... Давайте я ещё выскажу одно предположение. Значит, смотрите, тут похоже на то, что... Отвечёмся от России. Вся эта система работает. И, ну вот здесь я утверждаю, что долларов как раз немного, а мало. Вот. Возможности их восполнения, нехватки долларов, они у ФРС есть. Ну, в отсутствии второй производной. То есть прироста спроса. Ну вот, то есть эта система довольно стабильная. И на первый взгляд она выглядит очень устойчивой. Вот. То есть никаких особых проблем у Америки не предвидится. Если мы вспомним 2008 год, тогда вот все певцы краха Америки, там Михаил Хазин, он как раз... Вот, недавно я вспомнил, тогда Шувалов заявил, что в апреле всё стабилизируется. Америки в апреле 2009 года. А Михаил Хазин там что-то написал и даже сказал, что какой же он дурак типа того. Ну, в апреле, как ни странно, всё так и произошло. То есть с апреля 2009 года всё пошло в гору. Вот. То есть, ну, кремлёвские там совсем не дураки, судя по всему. И, по-моему, Шувалов-то это сказал то ли в ноябре, то ли в начале декабря. Я сам тогда удивился, потому что думаю, дай посмотрю. И в апреле всё пошло на лад. То есть не исключено, что вот эти... Ну, 2008 год он был выполняет даже рассчитан. Ну, потому что вот как так попадать, а сейчас вообще второй раз попадает. То есть хвост виляет собакой, короче. Ну, да, не знаю, да. Может быть. Может быть. Ну и вот, значит, на первый взгляд, вся система довольно устойчива. И может, ну, по всей видимости, неограниченное время продолжать своё существование. Ну, вот эта вот ямайская денежная система. Вот. Но нам всем хочется, чтобы Америка, в конце концов, загнулась. Потому что они там приготовили, да? А мы-то вместе с ней не загнёмся? Нет, а с какой радостью. Ну, с какой радости? Потому что, ну, как бы, благосостояние народа реально ухудшилось. Ну, а как оно ухудшилось? Еще раз. Где у нас реальный сектор экономики? Реальный сектор экономики у нас не разница. Ну, это вот целая куча вот таких штуковин. Ну, понимаете, да? То есть, всё это на помойку. Он сливается. Совершенно верно. Это холодильники, автомобили, которые ещё ездят. Это, по-моему, как он может кулировать. Я хочу сказать, что его нет практически по размеру нашего реального сектора. Ну, я в реальном секторе экономики работаю. Ну, и что, большая? И что? Большой. И что, в самой крупной стране? А, нет. С ней в своей... Тридцать человек? Да. Да, в своей отрасли. В самой крупной. Ах, три раза. Слушай, ну, не... Не, мы можем, на самом деле, играть вот так. Хвост может когда-то с ним собакой вилять. Если он не отвалится в этом, в итоге. Если он не отвалится. Ну, пока держимся. Ну, пока держимся. Да сколько хватит нас ещё? Ну, вот сейчас посмотрим. То есть, смотрите. Если это не так, вот, если американцы, европейцы и швейцарцы не испугались, то мы увидим опять... 100 долларов за... Да, 100 рублей за доллар. Ещё раз. Если мы этого не увидим, то, по всей видимости, так оно и есть, как я вам сейчас здесь уложил. Теперь, что нам интересно с Америкой? По всей видимости, Америка, вот с точки зрения чаемых всеми, ну, или многими, финансового краха, неуязвима. Вот. Но что здесь может быть? Значит, первое. Вернусь к моему любимому Декарту. Вернее, к моей любимой нелюбви, да, к Декарту. Когда Декарт объявил о том, что он от той бытия обладает только вещи протяжённые, он этим задал что? Значит, тут же встал вопрос, что такое минимальная вещь протяжённая и максимальная вещь. протяжённая. Ну вот, значит, минимальная вещь протяжённая – это атом, но максимальная вещь протяжённая – это Вселенная, мироздание. Ну, по всей видимости, так. Вот. Атом – это по-гречески неделимый. Вот. Его аналог на латыни – это индивид. Но индивид – это социологическая категория. То есть минимальный объект социума – это индивид, максимальный – это социума в целом. Вот. И вот с тех пор, значит, была создана модель человека как индивида. Вот. Все… Тут уже Дугин один, сплошно у него всё позаимствовал. Все три политические теории, которые у нас были – либерализм, пошли на коммунизм – это лишь версии осмысления понятия «индивид». Вот. И вот сейчас давайте остановимся, применительно вот ко всей этой схеме, как раз к варианту осмысления понятия «индивид» – либерализмом. Вот. С моей точки зрения, ну, я предлагаю это обсудить, индивид либерализма – это человек, договаривающийся. То есть, вступающий в договорные отношения, и как только заключён договор, готовый вступить в новые переговоры с целью оттянуть на себя ещё большее преимущество. Человек готовый постоянно к переговорам. Средой для человека, договаривающегося, является право. Ну вот. То есть, право, закон – это для либерализма и для модели и варианта осмысления понятия «индивид» – либерализмом – это его среда, как для рыб – вода в аквариуме. В том случае, если… Вот для нас это непривычно, и многие считают, что почему-то, что в Америке законы нарушаются так же направо и налево, как у нас. Но, по всей видимости, вот эта схема, она это отлицает. Ну, почему? Потому что я вот сразу изначально высказал такое положение, что правовая система является частью финансовой системы США и мировой финансовой системы, поскольку она обеспечивает отчуждение залогов недобросовестных плательщиков. Потому что, на самом деле, на базе индивида, а лучше говорить, личности, строится понятие «собственность». И, в том числе, нерушимость собственности есть, на самом деле, ничто иное, как нерушимость личности. Потому что собственность – это продолжение органического тела человека. То есть, у человека есть органическое тело, которому он принадлежит, а есть продолжение этого тела. Неорганическое тело – это собственность. Ну, это несколько шторм. то есть и на самом деле я лучше говорил не что это не человек договариваешься человек приращивающий то что человек имеет органическое тело и поздравился на неорганическое тело на землю там на вещи там на собственное присваивая это себе как бы продолжая себя во мне вот эта тенденция есть то что можно за отличностью то есть личность это то что постоянно хочет себя прирастить и случались капитализмы как разбаривались должность личности если сущность личности состоит постоянного себе приращивание тут сама личность это и есть основа капитала что питал тоже хочет тебя прямо привет что ты какая-то такая ситуация которая сам роза Connection то есть личность это есть тот генератор который позволяет наращивать и сам чему были чему будто не было сама возрастать что на самом деле капитализме на базируется на том что есть индивид есть личность которая стремится себя расширять и свои расширяя свои границы постоянно присваивать себе собственность в большем и большем размере и это такое тоже до безумия так это люди уже столько и меньше чтобы никогда потратить никакую жизнь уже невозможно но тем не менее смысл личности именно состоит постоянно приращение увеличение самого себя это базируется охрана этой собственности да и вся система финансово на базе на том чтобы дать возможность такой личности существовать и и законы которые охраняют границы этой личности да там правильности и прочее все основные на том что вот эта личность есть некая базовая компонента всей системы том не финансы и экономические социальные мы так человеку понимать сейчас начиная с эпохи возрождения мы понимаем человека как некого рода вот такой микрокосм это подобный макрокосм на который вот на самом деле постоянно собирает вокруг себя и постоянно растет наша вселенная расширяется и человеческий микрокосм точно также расширяется на этом основа смысл капитализма но это несколько в эту сторону я на другом а среде в котором и только который может функционировать индивид либерализма может функционировать среди которым защищена собственность а все законы они как раз нацелены на то чтобы защитить собственность неприкосновенность собственность как бы главное долгу главный догмат либерализм не жду и поэтому на столько же стидать то есть это а личность как это квитэссенции и насколько но вы может мы не сойдемся здесь и еще больше важно здесь в связи с этим неприкосновенности святой закона обязательность его выполнения ну вот и поэтому я что утверждаю что в америке как раз закон очень хорошо выполняется и выполняется он именно из-за того что их модель индивида это человек договаривающий средой которого служит право то есть закон и до тех пор этот человек договаривающийся или индивид либерализм будет не уязвим до тех пор пока они не погусятся на закон вот и вот смотрите что может если добавить по поводу россии да почему как будто они постоянно почему сейчас у нас есть конфликт западная система цивилизации потому что мы как раз стоим на стороне не соблюдение никаких договоров не соблюдение никаких этих закон не делать они то что надо же понять а мы в принципе нарушаем все договора и конечно понятно какие международные договора нарушает нас есть украины там и прочие другие позиции присоединение крыма и прочее не важно и самое интересное что вот это нарушение договоров она внутри нашей социальной системы связано с тем что у нас нарушается права личности ну как вот ну так я не чувствую никакого давления просто говорит что отличности собственности человека и между правой ты пик а я хочу предложить не лезь да я отрицаю систему хочу предложить у либерала своя модель своя свой вариант осмысления в рамках это и декартовой антологии то есть на производящий нам закон на 1 для нас нарушение у нас в россии нарушение закона не приводит к фатальным последствиям для социума и даже наоборот поскольку не наша модель это человек договаривающийся и человек торгующийся ну и сюда же можно добавить человек накапливающий весь протяженный поэтому как ни странно беззаконие пренебрежение законом которые у нас присутствуют и о котором он любит александр глядчик говорить оно для в целом для нашего социума безопасно но а америка и кроме того мы с сами уже присягу перед антологии декарта себя сняли ну девяносто первом году просто расплевались и еще подключились опять к своему этому хаосу всевозможность и нибудь июду но и для вас нарушение закона это не проблема проблема нарушения закона то есть нарушение закона на самом деле это как бы общее слово да на самом деле нарушение только законного любого порядка вещей как мы воюем мы воюем массе за счет это многочисленных потерь то есть мы нарушаем какие-то военные правила закон это нужно воевать говорят не на самом деле в экономике себя ведет мы нарушаем все как бы канаде есть какие-то экономические закономерности как и каким нужно следует чтобы экономика развивалась мы тоже опять здесь нарушаем то есть нарушение закона надо понимать никаких ты писаных законов именно году на всей территории нет у никакого уважения к собственности поскольку нет уважения к собственности с неорганичес комму телу человеку поскольку не было уважение к органическому тела человека туда нарушение личных прав оттуда как будут наши суды которые там которые судят неправосудно это тюрьмы которым невозможность существовать и проще как бы неуважение вообще личности как таковой вот вот чего это приводит на самом деле это не просто такая экономическая система здесь на самом деле сверху донизу все быстро у них там атом это или там индивид звучит как нечто поставленный центр как нечто ценное а у нас атом звучит как то что надо распылить то что никакого значения не имеет прирастить у нас получается что наши атомы они как бы не различимы для социальной системы которому живем не важно на самом деле это пусть умрет какой-нибудь выдающий человек это не важно наши матери еще типа она рожает этот детей нам неважно на самом деле мы живем такому к большими массами мы живем статистикой а там каждый отдельный индивиду цене поставлен жесткий слух законов но эти законы с одной стороны его ограничить с другой стороны дают возможность развиваться и быть да ему дает возможность приращивать приращивать самого себя его защищена его собственно защищена его органические тела личные права там и прочее прочее это большая разница в общем я не согласен с этим давайте продолжим оппонировать поминание социализм коммунизм это заправление одного течения коммунизма то есть социализм это как социализм и коммунизм это одно и то же да я вообще не различаю ни либерализм не коммунизм не фашизм нет дело в том что вообще фашизм это все коммунистические течения это коммунизм то есть понятно понятно не за но с какой точки зрения то есть от чего отталкиваясь от индивида от индивида социального атома что в либерализм и что фашизм и что в коммунизме одни и те же социальные атомы то есть индивиды но разные способы и варианты осмысления их содержание вот и все а так это везде индивид государства нарушать все договоренности девальвации какие-то там постоянные там какие-то постоянные изменения изменения каждой в системе ничего проще один раз уж вставить там на столь и нет она меняется я вас уверяют я просто сказать кто-то отпуска местного года очередный нужно постоянно что-то меняется вторая что-то добавляется прибавляется убавлять не только так в идиотской системе на самом деле не могут установить нормальную систему нового обложения уже самая простейшая систему к только может придумать в советском союзе она была однажды установленный было про проста как день самое интересное уничтожать нас атома что мы не нужны что мы не потерял и не потерять если бы был там хитро спекулянтом у меня доверие государства потери это хуже я не живу в этом государстве не чувствую что это государство как бы совершил у меня с ним установлен договоренность что она делает такие такие действия предсказать потому что модель договаривающиеся индивиду это либерализм александр дмитриевич по поводу того что не было индивида был индивид но его средой вот смотрите если если бы для либерализма и осмысление индивида это человек торгующий человек договариваешься его среда это право закон для социализма индивид это человек производящий его среда это коллектив класс классовая принадлежность коллективная среда никаких классов то есть среду среду разрушил не правили политиками я сам 8 вот нет я модель просто предлагаю почему ссср рухнул потому что у нас была модель индивида человек человек производящий его среда это коллектив то есть класс классовая принадлежность как только у нас стало без классовое общество среда стала утрачена индивид завис и все рухнуло ну вот что с фашизмом произошло я не знаю ну там по всей люди тоже индивид его среда это нация но он был насильственно разрушен не внутренними своими причинами не исчерпанием своего своей среды до конца до ну и теперь поскольку фашизм он извне был разрушен социализм исчерпанием своей среды то такая же модель приложима к либерализму то есть как только индивид либерализма зависнет и лишится за зависнет лишившись своего своей среды то есть законы и права для них пренебрежение законом и правом для индивида либерализма это фатально вот взять такие интересные у них события как блокаут 77 года в нью-йорке когда благообразные люди как только исчезла ну пресс-государства да там грабить убивать начали поджигать все подряд не только негры вот ну понятно тогда был кризис возьмем это катрина до 2005 год и но я то же самое беспредел у них у них что произошло у них между хаосом полным хаосом и законом и порядком есть только закон то есть как только закон исчезает общество индивиды падают лишившись своей среды они падают в хаос и начинается самоистребление у нас россии принципе на 90-е годы исчезло начистое закон и право все исчезло но у нас был промежуточный уровень понятия мы с уровня закона упали на понятия в принципе на них сейчас это и сидим и все нормально у них также есть понятие просто ну вот практика я не знаю у нас таких событий как эти кого не есть там христианская любая то есть понятие эти кроме что это сша это самая такая христианская стране вы говорите о ритуальном поведении а не о содержании о форме нет подождите вот значит просто если вы не занимались так сказать специально сша то вы не в курсе этого вопроса сша это одна из таких стран религиозных непоказных а вот именно что религия там составляет основу жизни многих людей но там религия так сказать с точки зрения допустим нашего православия это там протестантство и разновидности там типа мормоны вот наибольшая такая то что как бы наше христианство православие назвала сектами а там они так много этих направлений но корень человеческого бытия вот сущности души человека это вот именно вот эта религиозность это массовое сознание что коренным образом было истреблено в российской империи вот в результате революции ссср то есть у нас нет ни и подобия у нас сейчас эта форма это религиозная что со свечкой встал значит и верующий понимаете но как вы можете утверждать что не то же самое в америке нет ни то же не то же самое то есть по всем даже по всем прибыль и косвенном источнике ладно это уже как бы второго основные понятия понятия им не надо эти понятия потому что они в частности живут по закону я просто предложу схему как может либерализм грохнуться понятно что преодолем он извне как важен не может ну всему наличию этого оружия вот хотя много желающих весь мир туху поэтому скорее всего причиной крушения и варианта осмысления понятия индивид будет такой же исчерпание среды как произошло в ссср то есть исчез класс исчез индивид если в америке исчезнет право закон то есть среда индивида вариант осмысления индивида либерализма то и америка грохнется и значит вот что здесь я не знаю насколько это правда но утверждают значит вопиющие факты что фрс на забалансовых счетах на 13 триллионов долларов прокредитовал в банке то есть это нарушение закона вопиющие это первый факт значит второе это золотые слитки германские еще какие то которые отказались выдавать точно так же это нарушение устава мвф и всемирного банка вот и если америка будет и дальше продолжать разрушать свою среду и по всей видимости очень похоже на то что для того чтобы преодолеть вот о чем гигантские пирамиды хоть они симметричные были фьючерсов аукционов вот там маленькая разница была по всей видимости вот эти как раз 13 триллионов на это и пошли пошли они туда незаконно и делала это верхушка сша то есть это люди это смотрящие за всеми смотрящими но наша наука вот это люди для которых закон и право это божество по сути и они пренебрегли вот если американцы будут дальше упорствовать в регулирование там денежной массы законном в давлении на россию в собирании там коалиции против россии но все это в рамках договора закона то есть рамках среды закона и права с ними будет все нормально ну а чем больше они действуют незаконность еще стоит добавить этого несчастного негра пауэва который враг он показывал себе то есть еще были плюсик добавим незаконности да то же самое незаконно совершенно это ситуация в ливии и сирии то есть что что может уязвить что может уязвить модель осмысления вариант осмысления понятия индивид либерализма воплощением которого является вот это иудео европейская цивилизация ну и плюс американская это разрушение их среды закона и права финансового краха никакого не будет он исключен но для того чтобы его избежать им как раз все больше и больше придется прибегать к нарушению закона то есть все те же забалансовые щита все так же там незаконная агрессия и прочее прочее вот такая версия затянулась не среду ну вот как вытащить из аквариуму рыбу она задохнется и все вот вот та модель которую я предлагаю для этого надо распылить россию допустите под нож зачем россию то спали такими всякими скачками там чтобы повлиять на этот сосуд не посмотрите они под флагом закона да они говорят закон они стали во главе его пошли в россию ну своими санкциями но как только у них начала убывать денежная масса они стали выкупать рубли и поддерживать их стабильность ваше большое предположение насчет убывание денежной массы она не может предположение вы многократно утверждали что у них стал убывать денежной массы это ваше допущение ничем не доказано и не почему еще раз все вот на этом просто курсовые курсовые отношения вы можете посмотреть сайт сайту ванта ком вот такой вот сейчас напишу там все это есть здесь ком